привет друзья мы на канале пасян шоу сегодня мы с вами будем продолжать играть в с борт рейнджеры я должен извиниться за долгую паузу и мы совсем оставили в одиночестве нашего неутомимого искателя чтобы продолжить его путешествие наконец-то она продолжится сегодня я заранее извиняюсь будет многовато ошибок потому что я ну забросил эту игру она мне очень нравится хочется ее продолжить наконец-то до нее дошли руки но многое уже забыл поэтому все эти ошибки которые до этого я совершал буду совершать плюс еще какие-то новые не в защите извините мы с вами находимся сегодня в локации которая называется философский сад у нас среди миссии которые у есть есть миссия путешествия путешествие в локацию шпиль нам туда осталось сделать всего один шаг я очень надеюсь что сегодня мы с вами этого добьемся плюс еще у нас есть миссия которая называется исследование аркологии силара макку попросил вас понаблюдать за руинами старой аркологии после устроения руин нам нужно будет прочитать 149 надо отметить три румба прогресса пока ни одного не отмечено то что ни одной аркологии мы пока еще с тех пор не нашли давайте начнем сначала с подготовки стартовой руки должны взять шесть карт раз два три 4 5 6 так энергоячейки знакомые земля нужно всему научит отчаянные меры нет давайте еще 63 56 что у нас здесь так здесь у нас кисильный нож это уже хорошо спиннинг пограничный датчик превосходно есть где развернуться так теперь локация у нас с вами философский сад до сих пор никто не сумел объяснить вам почему этот участок леса так называется пересекая его вы не можете собой совладать по спине пробегает дрожь хотя трава здесь такая же зеленая как и везде птицы щебечет в ветвях как и всюду вслуху а слух улавливает жужжание привычных насекомых вы не можете не заметить что ветви растущих здесь деревьев образуют странные геометрические точные узоры подготовка возьмите одну карту встреч она входит в игру в зону по пути в закрытую так а карты встреч у нас с вами лес и философский сад это не ключевая локация так это лес и карты встреч долина три карты мы оттуда да это она она должны взять 1 2 замешиваем и одну карту отсюда мы должны открыть закрытую открыть закрытую взять закрытую взяли положили по пути на да по пути карты выложены в закрытую считается объектами с ключевым словом преграда с влиянием 1 они получают не указаны испытания восприятия плюс интеллект из определите истинную природу явления перед собой чтобы перевернуть эту карту встреч в открытую что мы имеем мы имеем ливень такая же у нас погода и мы имеем спиннинг поверните преграду чтобы продвинуться дальше вообще шикарно подождите мы дар мы должны же в начале раунда взять открыть первую карту встреч и это солнцевика солнцевика выходит у нас поблизости мы можем сорвать чтобы снять две усталости а так-то в общем-то она нам особо не мешает так с помощью чего мы будем путешествовать мы будем путешествовать с помощью этого спиннинг нужно тоже потратить одну пограничный датчик нам поможет тоже пропутешествовать кисельный но штука тоже классная вот эту штуку развернуть можно до восприятием давайте вот что наверно мы сделаем чтобы нам тут не копились преграды или увернуться от этой кисельный нож пригодится мне все пригодится а слушать я не могу вот эти три предмета разыграть сразу потому что это будет 6 ячеек в этом что там придется выбирать верное есть смысл разыграть вот так пока кисельный нож мы по придержим да за это мы должны заплатить по одной выносливости за каждую карту так здесь у нас на пограничном датчике 4 датчика здесь две блесны давайте мы с помощью свойства неутомимого искателя уклонимся от солнцевики этой и попробуем пройти вот это испытание определить истинную природу явление перед собой для этого у нас есть два восприятия достаточно зачем мне тратить карты на посмотрим что у нас там 0 модификатор поэтому мы определили истинную природу явление перед собой и это у нас никто и не как зараза едкий рыхлитель нахрена ты мне нужен прикрепленные к едком рыхлителю карты не разворачивается так мы можем выносливость плюс конфликта вырвите существо из пласти рыхли чтобы повернуть его уберите свой жетон или открепите существо прикольно у меня же солнце сработало прямо сейчас так здесь у нас сбросьте с погоды один дождь каждый рейнджер испытывает одну усталость и если дождей больше нет это не важно а здесь поверните другое активное существо это не существо и если существ нет мы должны положить туда свой жетон теперь мне нужно проходить это испытание ну ладно кстати это может быть не так уж и сложно честно можно сделать минуту заразать ладно у меня есть еще одна выносливости у меня есть дерзость вот так вот с помощью дерзости и выносливости сейчас попробую пройти это испытание и открепить свой жетон отсюда потому что если на редком редком рыхлителе есть жетон рейнджер то путешествовать нельзя так внутри прикладываем усилия и там у нас 0 модификатор то есть мы убрали отсюда свой жетон обратно но положите по одному урону на каждое существо прикреплены к единым пункт рейнджеры с этим жетоном на редком рыхлителе получает одоронение фу все мы от него увернулись он нам не мешает нам придется от него вернуться потом до чтобы а вот сейчас еще преградовать или нет сейчас он у нас от нас уйдет нам в общем то ничего особо не надо мы просто обновляемся на этом раунд мы заканчиваем это сюда это сюда мы берем карту отчаянные меры и во время обновления мы поворачиваем одну карту встреч и кладем ее в закрытую вот так и теперь это просто преграда просто преграда он нам нафиг не нужен но мы открываем еще одну и это смотрите рыжая тала 84 я забыл сказать что мипплхаус сделали электронную версию дневника и теперь все вот эти штуки можно читать непосредственно в дневнике вот смотрите сайт называется valley rangers game точка ру и вы просто ищите здесь вот этот вот 84 параграф 84 рыжая тала вот вы на нее нажимаете при входе в игру если в дневнике есть запись нашли то ли дом нет противом случае прочитайте 84.2 прям сюда нажимаем и читаем вы не можете похвастаться знакомством со всеми жителями долины но уверены что идущая навстречу женщина не местная об этом говорят не только ее меховые одеяния и изношенный ледоруб на поясе но и напряженное лицо выражающие дискомфорт от всего окружающего вы здороваете с ней она настороженно смотрит на вас меня зовут рыжая тала неохотно произносит она когда-то могла добавлять из ледяных кланов севера теперь мы можем устранить карту талой за счет прогресса чтобы расспросить ее об изгнании она дружелюбная она нам не мешает это мне надо с ней проконтактировать духовность и набрать три прогресса мне что-то карт маловато для этого давайте мы попробуем сначала повспоминать до вспомнить чем у нас учили у меня есть концентрация и есть изобретательность и того два усилия мы можем приложить и проверить что из этого получилось получилось ноль то есть две карты мы можем посмотреть и положить их под низ или наверх мне нужно будет контактировать шедевр жалко конечно кисейный нож у меня есть блин шедевр классная карта ну ладно пусть будет она я ее возьму вот этот кисейный нож я вниз положу потому что один у меня уже есть давайте попробуем с ней поконтактировать у меня есть две духовности мы добавляем шедевр ради этого символа контакта три усилия мы прикладываем а кстати солнышко у нас работал я забыл прошлый раз наверное я забыл ну ошибусь так ошибусь по моему так вот два у меня осталось дождя ну и пробуем открываем карту 0 модификатор хорошо то есть мы приложили три усилия три усилия это прекрасно потому что это три прогресса мы ее устранили за счет прогресса читаем вот этот 84 снова переходим на 84 и при устранении если вы находитесь в ключевой локации нет это не ключевая если к помощи в дневнике есть запись нашли то ли дом нет в противном случае прочитайте 84.6 о ледяных кланах вам известно немного говорят что они живут в огромных ледяных дворцах на самых холодных участках гор вы спрашиваете талу почему она покинула ледяные кланы и она недовольно отводит взгляд это потому что меня изгнали бурчит она так что теперь я ищу место для жилья тебе что не нравится что я буду жить в твоей драгоценной долине несмотря на ее резкость вы чувствуете в ее ответе какую-то беззащитность вы колеблитесь но все же предлагаете походить по поселкам и посмотреть не подойдет ли какой-нибудь из них тала задача ты мне поможешь когда вы подтверждаете свое предложение на ее лице снова появляется строгое выражение тогда спасибо пошли вы отправляетесь в путь решив показать талии разные поселения чтобы узнать как она относится к каждому из них белое небо шпиль ветви луга и пропасть все они кажутся вам подходящими вариантами для того рейнджеры должны выбрать попытаться ей помочь уберите весь прогресс и прикрепите миссию рукопомощи к карте талы не сегодня сбросьте карту талы каждый рейнджер снимает две усталости хочу не помочь то да и так прикрепляем миссию рукопомощи к карте таллы прикрепляем прикрепленное существо получает ключевое слово постоянный не вносите эту миссию в дневник если вы не успеете оказать помощь до завершения дня в этот раз возможность будет упущена окей мы в шпиль придем может быть что-то получится ну окей тала с нами мы движемся дальше так нам бы про путешествовать она у нас дружелюбная нам не мешает увернемся от солнцевики используем один датчик чтобы нет подождите используем один одну блесну чтобы повернуть преграду так чтобы она нам не мешала и теперь попробуем пропутешествовать для этого у нас есть выносливости раз-два-три мы можем использовать один пограничный датчик чтобы добавить себе четвертое усилие можно конечно еще использовать разведку которую меня нет поэтому четыре усилия посмотрим во что это выльется отлично это четыре усилия потому что модификатор 0 и мы сюда можем смело поразить четверочку на все хорошо здесь у меня чего животные разбегаются здесь поверните активную добычу ничего не происходит поэтому мы можем смело путешествовать если на локации количество прогресса больше равно уровню прогресса преграду нас повернута на правах написано что если преграда не не повернута то нельзя путешествовать иначе можно можем путешествовать дальше и мы с вами в общем-то добрались до шпиля разве не так все это мы возвращаем так смотрите мы с вами добрались до шпиля это у нас реликтовый лес между прочим поэтому сейчас мы должны с вами новую локацию подготовить для этого мы все карты суда убираем и берем карту шпиля лосоцкий лес уходит рыжая тала постоянная она с нами остается из ключевых локаций мы берем шпиль 1 2 3 4 5 6 карт так лес уходит зато приходит реликтовый лес так вот это тоже у нас уходит что говорят про шпиль первое что бросается в глаза это достопримечательность давшие название всему городу на острове посреди реки кстати давайте посмотрим что об этом пишут здесь 5 если археолог селларом нет в определенном случае прочитайте нет ничего все равно здесь не происходит достопримечательность давшие название всему городу на острове посреди реки серебринки огромный серый шпиль в центре острова вздымается на над окружающими его домами мастерскими торговыми залами и как бы не был внушителен этот шпиль вы знаете что это всего лишь видимый фрагмент еще более впечатляющий древней аркологии скрытой глубоко в недрах долины так нам бы аркологию то есть следовать не добавляйте в колоду встреч карты и набора шпиль перемешайте их и положите рядом в закрытую сформировав отдельную колоду шпиля подготовка возьмите одну карту встреч берем одну карту встреч и это облачный улей так реакция после добавления урона на облачные улей положите по одной пчели на каждый рой облачных пчел в игре я помню тут как-то играл очень неприятные твари от них не избавишься поэтому по хорошему конечно надо бы тут вот что есть мы можем выносливость плюс разведка войдите в оживленный городок шпиль чтобы положить свой маркер на шпиль и взять одну карту и соответствующей колоды когда вам нужно взять карту встреч вместо нее вы можете взять карту из колоды шпиля если если не еще есть карты если ваш жетон все еще находится на шпиле вот поэтому туда надо как можно быстрее мимо всех этих ульев пройти но когда выйдет солнышко то этот облачный улей сам родит нам рой облачных пчел поэтому от улья вот бы избавиться побыстрее это у нас объект добычи логовой еда кстати мы с вами можем еще рыжей талии предложить поселиться в шпиле а еще важно мы с вами в шпиль пропутешествовали и мы можем закрыть это это путешествие 1.50 давайте почитаем что здесь центральная городская башня шпиля выглядит особенно гостеприима когда вы наконец завершаете свое путешествие вы не можете отделаться от воспоминания каким затравленным взглядом смотрела калипсо на странные трупы из того самого дня вам чудится некое присутствие словно терпеливый хищник притаившийся в подлеске отслеживает каждый ваш шаг ну во первых эту миссию мы должны завершить и вычеркнуть и далее возьмите миссию наблюдатель в кустах так вот она вы ощущаете что кто-то скрытно наблюдает за вами с того самого момента как вы обнаружили останки странных биослияния кто-то постоянно рядом хоть и держится вне поля зрения и вам придется встретиться с ним лицом к лицу чтобы выяснить чего он хочет сборка колоды встреч замешайте в колоду встреч загадочного вердесийца нам нужно устранить загадочного вердесийца за счет прогресса так ну давайте замешаем вот он загадочный вердесиец замешаем так я не хотел в эту колоду лазить теперь придется лазить ой-ой-ой так мне надо кисийный нож разыграть чем быстрее тем лучше хотя конечно с ножом бороться с этими пчелами то еще развлечения так читаем дальше когда вы идете по мосту к центру города вас догоняет бен омон механик мастер-механик и пилот стрижа привет старейшина птица попросила меня добраться до шпиля чтобы проверить не пострадали ли во время наводнения гидротурбины говорит он а что привело сюда тебя вы объясняете его улыбка исчезает без промедления он ведет вас к старейшине орлен вы находите старейшину мору орлен в центре карбоновой кузни склонившись над пневматическим токарным станком мора легко удерживает своими сильными руками тяжелый кусок карбона заметив вас она выключает воющий станок и выпрямляется какие-то проблемы рычит она старейшина выслушивает ваш рассказ суровым выражением лица не поведя и бровью даже когда вы описываете безглазые морды и опасные когти странных существ когда вы замолкаете она хмыкает и кивает вам с беном моя мать рассказывала о таком когда люди впервые пришли в долину то столкнулись с существами похожими на тех что ты описываешь со злобными биослияниями их прозвали утилизаторами вы спрашиваете почему такое название старейшина орлен пожимает плечами я точно не уверена но вроде бы все эти биослияния едки рыхлители и пожиратели токсинов и остальные служат древней цели возможно они должны захватить нечто что они считают потерянным или отыскать то что по их мнению им принадлежит лучший способ получить ответ найти их и понаблюдать за их поведением когда вы оба отправитесь в долину держите глаза открытыми если найдете утилизаторов постарайтесь побольше о них разузнать беномон беномон откашливается старейшина орлен поиски в долине могут занять недели если нужно узнать где они я могу подготовить сканирующую установку нам просто нужно разместить в долине несколько сканеров и я могу зачистить ее от этих утилизаторов старейшина орлен качает головой и недовольно смотрит на бэн датчики опять датчики у нас уже есть все необходимы есть все необходимые датчики прямо тут она хлопает себя по груди и тут она касается виска используя из инстинкты используя интеллект и ты их найдешь бен не дрогнув возражает старейшина талина большая если мы не поможем разведчику он может пройти в полусотне метров отставить их твари не узнает об этом он поворачивается к вам а ты что думаешь хочешь неделями их искать или за пару дней узнать где именно они находятся рейнджи должны выбрать согласиться и использовать сканеры а либо б согласиться со старейшиной орлен положиться на свои чувства давайте согласимся со старейшиной положить по положимся на чувство старейшина ордена одобрительно хмыкает видишь бен я не единственная кто считает что мы от природы наделены способностью точно воспринимать и интерпретировать все что нас окружает запишите в дневнике произвели впечатление на старейшину орлен так ну давайте первую очередь мы запишем что у нас есть на седьмом дне у нас же еще день номер 7 новая миссия которая называется наблюдатель в кустах и мы напишем что мы произвели впечатление на орлен иронично что это говорит величайший механик долина замечает бен ерунда парирует море инструменты которые мы куем в карбоновой кузне не работают сами требуется приложение человеческих усилий например карбоновые клинки не имеют себе равных по качеству и долговечности но без осознанного подхода и мастерства своих обладателей они пустое место настоящий механик не тот кто конструирует приборы заменяющий природную чувствительность а тот кто создает инструменты для ее поддержки и усиления отлично сказано старейшина орлен сколько бы лет опыта я не накопил я навсегда останусь твоим учеником заключает бен старейшина орлен отходит от своего токарного станка обнимает бена омона и улыбается не навсегда бы не навсегда она поворачивается к вам и береги себя будь начеку да направит тебя на верный путь наши предки и твои инстинкты возьмите миссию тайное вторжение интересно тайное вторжение найдите признаки присутствия утилизаторов и выясните сколько этих существ в долине сборка колоды в любой не ключевой локации возьмите из общего набора 5 утилизаторов поисковиков и замешайте их в набор долина перед тем как добавлять карты долины в колоду встреч восприятие ищите признаки присутствия странных биослияний чтобы разведать количество карт встреч равное двойному количеству усилий введите в игру каждого открытого вами утилизатора утилизатор поисковика устранен 1.10 так еще одна миссия миссии копится так тайная вторжение так давайте-ка мы от улья попробуем отделаться попробуем пропутешествовать переместиться до можно положить прогресса на локацию и объект по количеству усилий и так у нас три выносливость плюс что мы можем пограничный датчик с питание переместитесь до добавляем еще одно усилие четыре усилия прикладываем чтобы здесь попробовать что-нибудь сделать у нас модификатор 0 иначе 4 мы сюда положить окей маловато этого конечно можем поконтактировать сталой чтобы предложить ей пожить в этом шпиле на у нас для этого есть духовность но и больше к сожалению ничего может быть есть смысл карту поискать одно усилие приложим одну карту посмотрим что у нас там минус 1 нет это провал не получилось мало того здесь у меня эти горы поверните активного зверя положите на него число равное ничего животное сбегается тоже переведите одно существо ничего не происходит так зря концентрацию потратил но ничего страшного давайте попробуем поговорить сталой предложите здесь пожить итак мы используем духовность никакого контакта у нас нет поэтому просто два усилия здесь плюс один у это хорошо блин плюс хорошо ничего хорошего ладно тем не менее при усилием три усилия и у нас здесь три прогресса получилось да потому что здесь плюс один мы ее устраняю на за счет вот этого прогресс переходим снова на 84 так если вы находитесь в ключевой локации 84.3 прочитайте сюжетный сюжетный блок в зависимости от того в какой локации вы сейчас мы в шпиле поэтому вы ведете талу по шпилю мимо таверны торговых галерей к высоким балконам в центре города на балконе она выглядит счастливой но как только вы предлагаете спуститься вздрагивает мне нравится высота но в городе слишком много людей если локация пропасть возьмите карту награды настойчивой стал и сбросьте карту талой верните миссию рукопомощи в коллекцию навсегда добавьте карту таллы в набор пропасть запишите в дневнике нашли то ли дом в противном случае уберите все прогрессы с карты таллы то есть она хочет в пропасть ну жить на краю пропасть хопасть это важно вот тут никаких шансов что за этот день мы туда дойдем но тем не менее прогресс мы убрали китала теперь становится немножко нам здесь мешаться ладно пусть будет мы по крайней мере это все выяснить но это не главное главное что у нас солнышко сбросить из погоды один дождь получить одну усталость есть а вот здесь в игре нет если в игре нет роя облачных пчел найдите в колоде встреч и сбросе рой облачных пчел вот это уже неприятность вот они обновление положите одну пчелу на этот ручок этот рой пчел вы можете добавлять не больше одного урона за испытание да и пирный театр чё с ним такое делать то здесь замешивается они будут нас кусать если на них наберется пчел больше чем наши выносливости то есть три до изнутри больше мира на этом раунд закончим это сюда это сюда это сюда получаем карту это пограничный датчик еще один здесь у нас открывается карта и это дремлющий ленивить послушать неплохо потому что вот тут он может повернуть активного зверя это зверь 2 сюда он может наш улей покушать этот ленивить да но для этого надо ждать вот этих гор может быть и мы без него разберемся да и при обновлении мы сюда одну пчелу кладем к сожалению теперь у него по прождем приходится но и пчелой да да он приходится одной пчелой тут написано одна пчела видимо приходится ночью и мы еще один должны добавить это неприятно и не можем мы более одного урона наносить так кисейный нож не влезает уже да это мы уже выясняли так отчаянные меры сбросьте одно свое снаряжение и положите на существо урона равное количество жетонов на снаряжении за испытание вот что можно сделать можно разыграть отчаянные меры сбросить спиннинг яра теле сбросить ну положить сюда один урон то есть по идее мы просто одну пчелу убираем а потом разыграем пограничный дать на кисейный нож например и попробуем с ними побороться так попробуем и так отчаянные меры разыграли за одну выносливость сбрасываем одно снаряжение из игры чтобы положить на счетовое число урона равное количество жетонов на сбрасываем снаряжение сбросили и одно повреждение положили сюда надо второе разыгрываем кисейный нож за вторую выносливость здесь 4 полосы и здесь есть испытание выносливость плюс конфликт используйте одну полосу порежьте x кисейным ножом чтобы положить на существо число урона равное количество усилий при неудаче получите одно ранение x равен влиянию существа то влияние у него 2 да потому что две пчелы то есть мы тратим кисейный нож одну полосу добавляем тщательность и у нас есть выносливость и того у нас получается три усилия пытаемся пройти есть это у нас x хорошо вообще замечательно мы успешно сюда нанесли вот это урон максимум один можно но нам этого достаточно для того чтобы устранить эту карту устранили рой облачных пчел так и это хорошо главное у нас тут теперь вот это поверните активного зверя повернули положите на него число прогресса равного влиянию это 2 и столько же урона а урона на облачной улей жаль я думаю сюда прогресс пойдет тут еще было после добавления урона на облачной рой положите по одной пчеле на каждой рой облачных пчел в игре пчелы улетели вот здесь вот животные разбегаются переместите одно существо и у нас этот дремлющий лениведь убегает вот сюда ну и ладно заканчиваем раунд разворачиваемся по повернутой карты берем себе карту это лист на ветру уклонитесь от карт хорошо так ничего не происходит просто открываем еще одну карту это плакучий вишнемух так если есть насекомые поверните разверните насекомое верните активного зверя положительные чего да но он может поесть этот вишнемух так можно слить полезь наверх чтобы положить на него один урон чтобы сбросить рим жетон с насекомого в игре и снять одну усталость хорошо это если вдруг к нам набегут эти пчелы этот объект нам не мешает у него ноль влияния давайте-ка мы с вами от этого улья избавимся так раз два добавим когда вы проходите пограничный датчик можете добавить одно усилие то есть это три усилия будет да если мы вот так вот сделаем сейчас давайте так и сделаем три усилия прикладываем и там у нас модификатор 0 хорошо модификатор 0 а значит что мы приложили три усилия и без проблем вот это испытание прошли избавились от облачного улья хорошо теперь солнце сбросьте непогоду если дождей больше нет она каждый испытывает усталость если дождей больше нет переверните непогоду если по пути есть флора по пути нет есть поблизости ну и все здесь если в игре есть насекомые насекомого нет ну окей остался этот лениведь он нам сейчас наверное не помешает мы задействуем неутомимого искателя уклоняемся от этого или не видя и пытаемся пройти вот это испытание выносливость плюс разведка нужно два усилия у меня есть вот это я наверное лист на ветру добавлю как 2 2 усилия и пытаюсь хотя сейчас в общем-то ничего мне не мешает карту поискать сначала вдруг там будет что-то более полезное давайте мы сначала не будем хочу уклоняться поищем карту используем концентрацию смотрим что у нас там 0 хорошо то есть одну карту мы можем посмотреть это походный посох то поверните положить один прогресс на тропу можно к этим посохом как ударить но мне сейчас нужно что-то другое давайте мы пока вниз уберем возьмем себе карту сверху и это и не со мной после спешного происхождения переместиться положительное существует число прогресса равное количество своих усилий ну неплохо мы сейчас мы будем испытания переместиться мы все-таки пытаемся вот эту выносливость плюс лист на ветру чтобы пройти вот это испытание войдите в оживленный город нам нужно два набрать два усилия приложил и модификатор у нас минус 1 лучше эту карту открыл не получилось войти в город споткнулись ну да при этом я задействовал это мимо искателя на чтобы это сделать мне остались вот эта духовность можно поконтактировать с ли не видим чтобы от него избавиться давайте сделаем это две духовности контактируем минус один и тут не получилось то что что будешь делать не нужно два правильно не удалось не наладить контакты у нас тут горы если это дремящее не видеть по пути а он у нас до по пути вы чувствуете как над вами нависает опасность испытательную усталость вот так вот зашибись а здесь на поверните активного зверя положите на него число прогресса равно его влияние столько же ага есть такой и мы не положили еще два прогресса и столько же а ну то есть то кучей вишни мох ушел или не ведь поел бог вот так поворачиваемся обратно здесь при обновлении положите два дождя если больше четырех дождей вы слышите раскат грома переместите всю добычу в зону по пути каждый рейджер поворачивает свою роль а слушайте вот это у нас же вот это еще срабатывает там были горы мы должны были медведя переместить сюда интересно в какой момент это сработало но по идее потом он нас здесь теперь уже здесь так она мне это рыжая тала сторону отошла и я не заметил ее действий ничего страшного это мы все обновляем теперь мы берем карту и это спиннинг еще один так а здесь роя булочных пчел зараза прибежали еще пчелки придется с ними разбираться мне кисейный ножчик еще остался если что к нему пока только одно влияние и одна пчелка поэтому ну придется с ней разбираться в первую очередь так положите испытания датчик ничего особенного такого у меня нет поэтому одну выносливость используем здесь один было три стало два то есть по сути дела только одно усилие до будем надеяться там не будет еще 1 минус 1 одно усилие минус 2 так не повезло так 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 вы можете на испытание ночью что плохого пока не происходит вроде бы да подумаешь к при неудаче получить одно ранение ранение неудачно я махаю ножичками так 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 если по пути есть флора уходит искать еду нет у нас таких флор по пути ну в общем то все и замешивается это все все это минус 2 минус 1 снова может вернуться хотел сэкономить ради вот этого давайте рисковать давайте еще раз кисели ножичек как не нужно повернуть вроде нет машу еще раз ножичкам еще одно это не будем надеяться что сейчас повезет больше минус 1 нет мне не везет при неудаче получить одно ранение второе ранение так и теперь если дремя щели по пути опять животные разбегаются переместите существо лениветь убежал да кстати при ранении же должности карты сбросить из усталости ну что третий раз мне повезет добью этот кисельный ножичек конце концов открываю 0 усладьте господи так все разобрался с пчелами идите нафиг идите вы нафиг так минут герб если у вас усталость 4 плюс нет у меня такой усталости здесь поверните активного хищника хищник положите влияние этого хищника ухты зараза он еще и покусал талу так что-то вечер перестает быть томным совсем непонятно что делать может поконтактировать с этим или не видим чтобы он уже ушел нет есть две духовности и иди со мной что аккуратно буду действовать три усилия приложил пытаясь с ним поконтактировать мне тут осталось то него два парочку положить чем на старый плюс один это хорошо тут повезло лениветь ушел все лениветь уходи уходи лениветь солнышко здесь ничего не происходит хорошо ну и здесь на этом не уже ничего не осталось окей давайте двигаться дальше раунд закончен мы отдыхаем поэтому испытываем одну усталость даже две усталости потому что два ранения берем карту это нужда всему научит выберите прикрепление в сбросе здесь у нас два дождика было два стало четыре открываем карту трухлявое вечно дерево это преграда ай-яй-яй устранение сбросьте все карты флоры испытай две усталости придется с этим объектом теперь как-то у меня тут где-то что-то было спиннинг яротеля чтобы поверните преграду давайте разыграем спиннинг яротеля там две блесны за одну выносливость теперь мы используем одну блесну поворачиваем преграду и она не мешает теперь мы спокойно можем пойти вот сюда для этого мы используем две выносливости и пограничный датчик чтобы добавить третий символ разведки пытаемся войти фриттер шпиль а вот эту я забыл в прошлый раз перемешать колоду давайте перемешаем и потом уже вытащим карту открываем минус 1 на минусу так везет сегодня ну ладно мне было три усилия здесь надо два поэтому слава тебе господи мы вошли в этот шпиль положили сюда свой жетон туда солнышко ничего не происходит давайте на этом раунд закончим потому что я не вижу смысла дальше тут с кем-то что-то контактировать поворачиваем поворачиваем мы испытываем две усталости две карты уходит мы возвращаем это сюда здесь у нас появляется два дождика и мы переворачиваем а каждый рейнджи поворачивает свою роль так буря пришла переворачиваем карту так 4 дождя опять дождь пошел и мы берем карту теперь уже не отсюда поскольку на жутон здесь находится мы можем отсюда взять карту и это порог аркологии что мы можем сделать мы можем отважиться и спуститься в мрачные глубины под шпилем а 58 надо почитать давайте 58 почитаем я с вашего разрешения понял что на телефоне читать наверно вам не интересно потому что интересно как это в книжке все выглядит давайте 58 откроем при входе в игру прочитайте 58 1 большинство обитателей долины и уж точно все жители шпиля знают что такое аркология но большинству знакомы только верхние уровни ставшие подвалами и электростанциями шпиля вы проходите мимо гидротурбин и закрытых речных доков спускаясь в помещение находящиеся ниже уровня серебринки здесь воздух немного влажный вы заходите в ярко освещенную комнату заставленную шкафами и тумбами повсюду артефакты и на каждом из них аккуратная этикетка для идентификации похоже большинство артефактов принадлежала истица некоторые выглядят созданными за десятилетия до того как советник побудил людей начать проекты поколений вам на встречу спешит застенчивая молодая женщина в больших светящихся очках она представляется как кришту микс если ты ищешь силара говорит она то он находится в нижних туннелях оркологии она указывает на ряд сводчатых проходов из зала и каждый из них кажется более темным и гнетущим чем предыдущий кришту замечают что вы колеблитесь не волнуйся говорит она там должно быть безопасно верхних уровнях мы не встречали ничего страшного уж пару месяцев точно руки если мы еще не взяли миссию если экологии а это при устранении давайте-ка мы так вот тут устранение отважьтесь спуститься чтобы положить свой на порог аркологии при неудаче положить свой жетон на порог аркологии при неудаче испытайте две усталости уго это три надо мне нет таких символов то есть принципе мы можем начать вот это ну исследование аркологии за сегодня может быть даже успеть что-нибудь сделать это интересно но мне нечем действительно троечку а у меня всего два попробовать поискать давайте попробуем поискать концентрация и мы можем посмотреть одну карту если получится минус один сегодня не везет так сбросьте один дождь испытаете одну усталость спасибо нет можно конечно попробовать и на понадеяться что мне будет плюс один тогда я тогда у меня получится но блин с моим везением сегодня это такая еще история при неудаче испытайте две усталости пока ваш жетон на пороге рукой вы не испытываете усталости из-за погоды тоже хорошо давайте рискнем надеюсь на плюс один я дурачок да смотрите выберите прикрепление в сбросе любого рейнджера прикрепление прикрепление не то нет подходящего ладно давайте попробуем пройти это испытание две духовности мы же отваживаемся спуститься мы отваживаемся спуститься и мы и у вас не получается как спройти две усталости испытали давайте просто хотя бы прогрессов сюда хотя зачем они не нужны могут пригодиться конечно датчик хотя тоже это не нужно так давайте заканчивать это мероприятие надежде что мне попадется карта получше следующий раз а подождите здесь у меня горы положите один урон сюда если погода не настя это не настя увеличите количество добавляемых на 1 того 2 дальше переверните активного хищника ну ничего нету окей разворачиваем обновляем две карты мы сбрасываем потому что у нас два ранения теперь мы берем одну карту иди со мной мне это не нужно не нужно вот это так а здесь мы берем одну карту а мы же отсюда можем взять окей читаем это скульптор то лен лэнг то ленг дружелюбный мы можем повернуть одно существо за каждые два усилия давайте почитаем 61 скульптор то ленг лэнг если некий запись воздвигли грандиозную статую нет в противном случае прочитайте 61.2 отблески и переливчатое сияние предупреждает вас о присутствии то ли на лэнга еще до того как вы обнаружите его самого скульптор сидит на корточках возле круглого полусферического постамента над которым парит и кружится радужная масса сверкающих стеклянных осколков вы видите как то ли натянув толстую перчатку запускает руку в тяжелую сумку стоящую рядом достает оттуда еще горсть осколков и осторожно подбрасывает их в воздух вы улавливаете короткую вспышку невидимого до этого момента аккумулирующего поля и осколки присоединяются к общему окружению то ли на мгновение задумывается затем с помощью шеста подталкивает материал придавая ему новую форму вы уже слышали о кинетическом стекле но впервые видите его в таком количестве то ли он оглядывается когда вы приближаетесь и приветственно машет рукой он заводит с вами разговор не прекращая ваять устраните карту у толина за счет прогресса чтобы расспросить его о скульптуре ну в общем то ничего особенного он дружелюбный и сидит там она бы вот сюда поэтому мы с вами попробуем вспомнить еще что быть хорошая и полезная конь карту хорошую достанем сейчас наверное до плюс 1 это хорошо две карты можем посмотреть последнюю предпоследнюю так нам нужно вот это это нам нужно это кисийный нож поэтому мы это забираем это подручные средства неважно пусть будет сверху и теперь мы с вами отваживаемся спуститься в порог аркологии для этого мы используем два жетона духовности и одни товарищи дружелюбные они нам не мешают и добавляем туда кисийный нож и поэтому мы прикладываем четыре усилия в надежде что у нас получится 0 0 это хорошо 0 это хорошо потому что мы отважились и мы спустились мы сюда кладем жетон здесь у нас солнышко сбросьте с погоды один дождь сбросили было 3 стала 2 испытываем испытываем усталость испытали и теперь мы устраняем 58 давайте почитаем насчет этого порога аркологии вы уже привыкли к мрачным залам аркологии быстро идете туда где в последний раз видели силара он отрывает взгляд от очередной гравюры на стене и при виде вас расплывается в улыбке дружище рад тебя видеть как всегда подойди к и посмотри на это вы садитесь рядом а он соскребает лишайник с каких-то линий выбитых на металле думаю эта карта восхищается силара если я прав то это аркологии гораздо глубже чем мы предполагали она простирается на многие десятки километров под всей долиной и может даже под вердессой вы рассказываете силар о своих исследованиях и он взволнованно сравнивает ваши заметки с картой точно точно кричит он благодаря твоим наблюдением уверен что смогу сориентироваться по этой карте похоже ты прав аркологии действительно доходят до вердессы видишь дорогу она тянется до этого огромного леса там должно быть что-то жаль что дорога уходит гораздо глубже чем мы когда-либо бывали в этих руинах она долго задумывается но что еще любопытнее так это свидетельство того что истицы исчезли намного раньше наводнения я всегда считал что это наводнение стерло их с лица земли но если к тому времени их уже не было тогда получается что плотина рухнула из-за долгого отсутствия их должно быть они исчезли на десятки или даже сотни лет раньше но могу сказать тебе одно они ушли не по суше нет никаких свидетельств того что они перебрались через северные перевалы честно говоря нет никаких доказательств того что они вообще покинули эти места что же с ними случилось каждый рейнджер снимает две усталости вот что самое неприятное это то что я надеялся что мне тут с аркологии что-то получится а тут написано что после устранения руин мы должны прочитать 149 поэтому тут нам не получилось ничего и мы не нашли нашего этого загадочного вердисийца окей ладно мы там две устраивать 2 2 усталости даст тут две карты появилась я не думаю что нам стоит отсюда куда-то уходить как вы считаете давайте-ка мы здесь останемся или как вариант уйти в этот холм мне просто эти пчелы не нравится мне вот этот лес нехать и гораздо больше если мы попробуем отсюда уйти например у нас правда тут преграда но датчик еще есть нет что нам нужно чтобы преграду пройти так и сбросьте все карты флоры все рейнджер спитают по две усталости плюс усталость равной сумме влияния сброшенных карт две усталости нет я не доиграю этот раунд так этим нам надо замешать боюсь что на этом придется совершить раунд не вижу смысла продолжать да друзья давайте на этом завершим день да мы с вами надо будет распечатать а тут все писать не получается так шпиль и у нас и реликтовый лес у нас наблюдатель в кустах тайное вторжение и исследование аркологии да да давайте на этом завершим и я тогда уже жду вас в следующей серии пока пока и и и